Научно-практический семинар «Мультидисциплинарный подход в лечении воспалительных заболеваний кишечника» состоялся в Волгоградской клинике движения. Более 35 врачей, представители Южного федерального округа, приехали, чтобы обсудить такие заболевания, как язвенный колит, болезнь крона, а также поделиться опытом лечения сложных клинических случаев. За последние годы мы все видим больше и больше больных с этой патологией. Бывают сложности в диагностике, и когда они появляются у доктора, доктор иногда бывает в растерянности, потому что это хирургическое лечение. А хирургическое лечение чаще всего это инвалидизация. Вот и представьте себе на секундочку, что молодые ребята, девушки, которые вчера еще ни о чем не предполагали, а сегодня их берут в операционную, удаляют всю толстую кишку и выводят наружу тонкую. И вот еще несколько лет назад таких госпитализированных больных за год было порядка 7 тысяч человек, то сейчас это уже более 20 тысяч человек. Лечение, к великому сожалению, тоже не очень хорошее. Оно очень накладное для бюджета не только учреждений, но и всего региона. Вот такие тяжелые случаи, это приблизительно 10-15%. И вот если мы сумеем те 85-80% больных не допустить перехода в тяжелую форму, то тогда это будет позитив. Мы очень рады возможности сегодня встретиться в Волгограде специалистами не только вашего региона, но и специалистами коллапрактологами и гастроэнтерологами со всего Южного федерального округа. У нас представлены сегодня большие делегации из Ростовской области, из Астраханской области, из Краснодара, из Республики Калмыкия. И сегодня очень приятно, что мы собираемся на базе Волгоградской клиники и именно клиники движения, которая известна тем, что является проводником новых подходов и совершенствования методов лечения именно коллапрактологических и гастроэнтерологических больных. Поэтому нам очень приятно сегодня здесь находиться и мы абсолютно убеждены, что эта конференция внесет непосредственный практический вклад в улучшение качества и доступности оказания помощи на территории Волгоградской области и Южного федерального округа этой категории пациентов. Чем привлекателен вот такой формат конференции на местах, в отличие от больших съездов, где собираются сотни людей и слушаются исключительно лекции, доклады, то формат вот такой конференции позволяет нам именно обсудить насущные вопросы, так сказать, практически каждого присутствующего доктора и его пациента. Правила и обязанность каждого делегата, чтобы он привез с собой какой-то интересный клинический случай сложный, который он докладывает и все обсуждают и предлагают оптимальные пути решения. Кандидат медицинских наук Олег Соловьев рассказал на семинаре про инновационные технологии в лечении заболеваний анального канала и промежности с помощью комплекса «Проксон», разработанного в Волгоградской клинике движения. Мы в Волгоградце сегодня презентуем технологии, которые должны использоваться при лечении таких осложнений, банальных, казалось бы, как геморрой, трещины, свищи параректальные, парапроктиты, которые уже возникают у больных с тяжелыми воспалительными заболеваниями. Существует много методов, консервативные, хирургические методы и последнее время развиваются малоинвазивные технологии, которые направлены получить хороший эффект лечения при минимальном травматическом воздействии на человека. В частности, в этом помогают ультразвуковые технологии. У нас в клинике совместно с профессором Бауманского университета Саврасовым Геннадием Викторовичем был разработан аппарат «Проксон». Это хирургический ультразвуковой комплекс, который позволяет безоперационно лечить геморрой методом склеротерапии с ультразвуком. И если остановиться на данной методике, хочется сказать, что стадии от первой до третьей лечатся с эффективностью такой же, как если бы мы делали хирургическое вмешательство. Разница с хирургией в том, что лечение занимает две минуты. Это тот идеальный вариант, когда мы не нарушаем качество жизни, человек не теряет свою трудоспособность, продолжает работать. И результаты эффективности приближаются к результатам хирургического вмешательства. Кроме этого, аппарат оснащен хирургическим скальпелем, который позволяет эффективно оперировать такие заболевания, как анальные трещины, параректальные свищи. И имеется стимулирующий эффект, который приводит к заживлению на 20% быстрее рано заживают после таких вмешательств. И в два раза сокращается число осложнений после таких операций. Особенно большим успехом я бы хотел назвать еще такую разработку, которую мы сделали. Это безоперационное лечение сложных параректальных свищей. Процедура амбулаторная. Пациент не лежит в больнице, приходит и в течение 5 минут получает процедуру. Два-три раза такого лечения. Повторное лечение через месяц. И наступает заживление. И в заключение хотел бы сказать, что несмотря на то, что достаточно сложная ситуация у нас сейчас в стране, но мы имеем возможность встречаться с коллегами из других городов. И каждая такая встреча дает новый толчок к развитию, к внедрению каких-то новых методов. И я думаю, что такого глобального провала в нашем здравоохранении, в нашей медицине на фоне вот этого общего кризиса, его не произойдет. Вот это больше всего радует, поэтому наши пациенты могут быть уверены, что они без лечения, без внимания не останутся.